Корейцы. Автор Виктор Финг. Вы бы съездили в благословенное к корейцам, неоднократно советовали мне знакомые во время моего пребывания на Амуре. Одно из самых крупных здесь сел, и к тому же еще и корейское. Посмотрите, как корейцы там живут. Корейцы, которых я часто встречал в Екатерина Никольским, в кооперативе и в фактории, похожи на китайцев. Однако есть в лице корейца какая-то тонкость, прозрачность, что ли, и спокойствие, которые не свойственны китайцу. Я попал в благословенное в погожий сентябрьский день. Мы подъехали к берегу реки Самарки, впадающей в Амур, в двух километрах отсюда. Благословенное на противоположном берегу. Моста нет, есть лодка. На берегу сидела группа молодых людей и ребят. Издали, увидев нас, они быстро бросились в лодку и отчалили. «Стой, стой!» — стали мы им кричать. Мои проводники тоже. И возницы-казаки. Но лодка продолжала удаляться. Казаки надрывались. «Давай лодку! Лодку давай! А ну, стой!» Но никто не обращал на нас никакого внимания. Казаки стали обкладывать юноши русским глянцем, который иначе называется матом. Лодка продолжала все удаляться. «Быть может, они и по-русски не понимают!» — сказал я. Я сказал это и тотчас же подумал, что понять нас можно было даже и не зная русского языка. Ну, по выкрикам можно же понять, чего случилось-то. Ясно, чего хотят люди, приехавшие к берегу, правильно? Они хотят получить лодку. А казак мне ничего и не ответил. Он схватил мое ружье и навел его на юношей, сидевших в этой лодке. Катастрофы быть не могло. Ружье было не заряжено. Однако лодка мгновенно повернула и через несколько минут причалила к нашему берегу. Корейские юноши прекрасно говорили по-русски. «Вот!» — воскликнул сбешеный казак. «А вы говорили, они по-нашему не понимают!» Он замахнулся прикладом, я с трудом вырвал у него ружье. «Еще минута, и он бы наделал бы беды. Это точно. Хорошо, что я его задержал». «Вот они вам, фазаны морльные!» — сказал казак. «Как ты к нему с добром, так он моя, понимай меня, не понимать!» «Ага!» «Нельзя с ними никак иначе! Вот так вот в морду надо им! Только так они понимают!» Эта встреча была маленький и беглый образец русско-корейских взаимоотношений, какие установились и культивировались здесь в доброе старое время. Доброе назовем в кавычках. Я вспомнил, что мои знакомые, советуя посмотреть Корейское Село, неизменно прибавляли. «Если только пустят они вас!» И улыбались еще при этом. Зажиточное, даже по амурским масштабам, Корейское Село Благословенное существует с 1869 года. Голод выгнал в этот год большие массы населения из Северной Кореи. Василенцы, перешедшие русскую границу, получили разрешение обосноваться на берегу Амура. Корейцы построили себе деревню, примерно в двух километрах от впадения в Амур, быстрой и дикой реки Самарки. Село было названо Благословенным. Вероятно, из желания угодить начальству, как обычно это бывает. Село приняло православие и вскоре сделалось поставщиком православных миссионеров в Корею. В Благовещенске была даже специальная православная духовная семинария для корейцев. Быть деревней своеобразен. Корейские дома очень отличаются по виду от европейских. Очень. Корейская фонза крыта камышом или соломой. Поверх крыши плетеная сетка. Стены разрисованы миниатюрными, но своеобразными и вычурными узорами. Окна маленькие, двери тоже низкие. Окна и двери залеплены тончайшей марлей, а то и папиросной бумагой. Внутри фанс проведено подземное и очень остроумно устроено духовое отопление. Дворы чисты и подметены. При каждом, даже бедном доме, полисадничек, где пестреют цветы. Без этого никак. Улицы имеют название, дома номерованы. Сами корейцы опрятны и чисты. Они обладают изумительной способностью сохранять чистоту одежды. Просто изумительной. Я видел женщин за кухонной работой, мужчин на конюшне. Белые одежды их оставались белыми и чистыми. И придавали их труду какую-то нигде не встречающуюся воздушность. Ну, где это видано? В конюшне работать в белом и не запатиться, а? А они могут. Могет, кореец? Тут ничего не скажешь. Но эти симпатичные дяди с козлиными бородками и в старомодных поповских котелках – кулаки. Они, к тому же, разбогатели на опиуме. Колоссальные плантации мака долгие годы давали им сотни пудов опиума. Когда стебель мака еще зелен, на нем делают надрезы и собирают сок. Сок варят и из него получают опий. Продавали по 70 рублей за фунт. С десятиной получали до 5000 чистого дохода, рассказывали казаки мне. Подобно казакам, корейцы тоже широко пользовались дешевой рабочей силой с того берега. Ну, то есть китайцами. Маковые плантации обрабатывались руками полуголодных китайских рабочих. Это были подлинные рабы. Рабы. Они получали гроши и их прогоняли по окончании сезона. Тогда они возвращались в Китай и приводили к своим хозяимам в гости хунхузов. Набеги бывали разорительными и кровопролитными. Хунхузы набегали вооруженными бандами, нередко до 500 человек. Они окружали село, грабили у плантаторов запасы опиума и, быстро спустившись на челноках вниз по Самарке в Амур, уходили на противоположный берег. Корейцы пытались принять организованные меры охраны. Руками все тех же китайских рабочих они вырыли вокруг деревни ров и обнесли его высоким валом. Ну, а по окончании работ китайцев прогнали. Только, кажется, в 1926 году советская власть, запретив промышленное макосеяние, положила уже конец этим первобытным приключениям. Когда корейцы перестали сеять мак и у них не стало опиума, они, ну и сами по себе, прекратились набеги хунхузов. Все вошло в мирную колею. Но крепостной вал стоял много времени. И большой колокол продолжал висеть у ворот, готовый поднять тревогу при первой же опасности. По ночам вал охранялся. Закрывались крепостные ворота. И кто проезжал поздно, вынужден был ночевать по ту сторону вала. Тут уж ничего не поделаешь. Ночевал на болоте. Слишком подозрительно часто, однако, рассказывали мне о необычайных нравах корейского кулачья. Вот хотя бы насчет постройки вала. — Семнадцать тысяч вся работа стоила, — говорили мои проводники. Да, впрочем, не всем платили. Которые рабочие знали секрет укрепления, тех поубивали. Да и в Самарку. — Сплавляли мы лес по Самарке, — говорят мне двое казаков. Плывем однажды ночью, и вдруг видим из-за кустов такое дело. Корейцы двух китаезов связанных ведут. Привели к берегу. Бах, колдышкой по голове. И в воду. Так Амур и унес. А мы сквозь кусты видели, да и прямо оболмлели. Затаились. Очень уж за себя мы перепугались тогда. — А за что же бы это? — спросил я. — За что? — Должно быть, те китаезы у них опиум украли. У них ежели кто опиум украл, так тут разговор у них недолгий. Колдышкой по башке бах и в воду. И все. Будьте здоровы. Кланяйтесь там вашим. Ну, а что ж потом было-то? А потом побегли мы в исполком. Доложили, мол, так и так. Мол, из благословенного корейцы двух людей благословили. Ну, снарядили следствие. Да разве у них доследуюсь там? Они один за другого горой стоят. Не то, что у нас. А корейская беднота — это настоящий бродячий рабочий скот. В кавычках. Ну, действительно. Платишь мало, а то и вообще можешь не заплатить. А они работают как скотыняка. Еще не так давно, незадолго до войны, в районе озера Ханки, возле Сучана, где тоже много корейцев, осенью, после уборки урожая, казаки и староверы выходили в поле. И в тайгу охотиться на корейцев. Последствий это не имело. Никому и в голову не приходило возбуждать дела о такого рода убийствах. Мне пришлось несколько раз проходить вдоль вала в благословенном. Было солнечно и жарко. Глина на валу потрескалась. В пересохшей траве грелись ленивые ящерицы и стрекотали цикады. Этот вал не похож ни на одно из когда-нибудь виденных мной укреплений. Ни на одно. В нем есть что-то свое такое, особенное, для чего мне было бы очень трудно подобрать подходящее название. Бежит широкая и дикая река. Берег ее, сколько видно, это все пустынная степь, вся заросшая густой травой. И это крепостная стена. Где-то и совсем не так далеко цивилизованный мир живет сложной жизнью 20-го столетия. А тут еще только разворачиваются вот древние века. Это меня всегда так удивляло. Горячий ключ. У станицы Биракан, у Сурийской дороги, лежит небольшой и неуклюжий поселок. Какой-то он разбросанный и беспорядочный весь. Унылые домишки стоят, не в ряд, а все больше боком как-то, от одного до другого далеко, чуть ли не полкилометра. И потому кажется поселок безрадостным и как-то по-россейски унылым. А кругом высокие горы, альпийские луга. У подножия шумит волшебно прекрасная река Бира. И в ее грохочущих водах отражаются кедры и заросли диких береговых лиан. Поселок существует совсем недавно. Образовался он лет 15 всего тому назад, когда строили Уссурийскую дорогу, и здесь осели строители. Ну, все люди далекие, чужие. Каждый со своими обычаями. «Сброд Пресвятой Богородицы», как выразилась одноместная жительница. Мне так понравилось это выражение ее. «Сброд Пресвятой Богородицы». И перехрастилась еще после этого. Но до постройки железной дороги здесь и вовсе людей-то и не было. Да и сейчас край дикий, пустынен. Ближайшее отсюда место, где живет кое-какая горсочка народа, это село Яурино в самой глубине Архара-Хинганских гор, километрах в ста хороших от Биракана. Ехать в Яурино нужно раньше горной дорогой, а потом глухой тропой еще. Но зачем туда ехать? Никто никогда в Яурино не едет. Всего и живет там несколько охотников всего. Там местность глухая и почва солончаковая. Поэтому водится там много всякого зверя и особенно много изюброй. Настрелявшие и собрав шкуры и панты, охотники сами приходят тропой в Биракан, в факторию Дальгосторга. Продадут, наменяют, купят там что надо и обратно, назад. Так вот они и живут в горах и в тайге, как в заповеднике. Лет восемь тому назад культура сделала шаг в глубину тайги. В тридцати пяти километрах от железной дороги, то есть через тридцать пять километров тайги, у хабов, горных валунов, перелазов и круч, стоит электростанция и горит электричество. Представьте только себе. Ага. На довольно обширной площади, расчищенной в тайге, стоит несколько нарядных деревянных зданий. Внутри этих зданий паровое отопление, электричество, телефон, музыка, ну, вообще, цивилизованный уголок. А если стать к зданиям спиной и поглядать кругом, то кругом от самого сотворения мира глухой и нетронутый дремучий лес. И его напряженный гул сливается с шумом реки, неутомимо бегущей с гор. Так даже и не скажешь, что тут электростанция и цивилизация. Но только когда повернутся спиной. Как будто глушь-глушью, да и все. А это курорт, кульдур. Сила его в горячих сернистых источниках. Правильная врачебная эксплуатация курорта началась лет 6-8 тому назад. Но население он известен еще с 1918 года. То есть лет 12. Еще по сей час уцелели примитивные ванны, которые выкапывали в земле первые купальщики. Просто ямки, наполненные теплой сернистой водой. Сюда ложились больные и барахтались себе там до исцеления, ну или до смерти. У кого как. По-всякому бывало. Кульдур обладает исключительной силой. Его горячая сернистая вода как будто сильнее пятигорской и маценистской при лечении самых разнообразных болезней. Действительно она делает чудеса. Я видел старика Салдана. Он приехал с костылем и с палкой сюда. А через 6 недель, через полтора месяца лечения всего пошел из Кульдура к железной дороге. То есть 35 километров пешком. Это тебе не хухры-мухры. Лет ему было 70. Случаи, когда люди оставляли на Кульдуре костыли, они нередкие. Довольно-таки часто такое бывает. Кульдур особенно благоприятен при незаживлении ран. Ну, когда раны не заживают. В этом я убедился сам. На себе. У меня была на ноге кровоточившая ранка. По совету кульдурского доктора я погрузил ногу в воду. И ранка бесследно затянулась. На мое удивление. Нет той глухой станицы, нет того далекого туземного падбища, где не знали бы, что на кульдуре исцеляются болезни в теплом ключе. Сюда приезжают со всех концов Дальнего Востока. И не только советского. Приезжают даже из Китая и из Японии. Приезжают, поселяются в светлых больничных корпусах, где врачебный уход и библиотека, и кружки есть, и газетки, и вечером горит электричество и играет музыка. А за оградой цивилизация кончается. Все тут. Приехали. Если больной уйдет в лес погребы, он не может найти дороги даже обратно. По вечерам электростанция беспрерывно гудит, чтобы помочь заблудившимся выбраться из лесной чащи. А лесная чаща — тайга. И стоит раз обернуться вокруг самого себя, и все. Все пропало. Никто не разберет, где была правая, а где была левая сторона. И в ста шагах от дома дороги уже и не найдены. Идет даже. Вот так вот. Кедры стоят темно-зеленой стеною. Ветер порхает по их вершинам, а внизу густой сетью сплелись лианы. Летом они зелены, и причудливые цветы вьются между ними. Осенью они горят багрянцем, прям как закат. Тайгой поросли глухие обрывы, а на дне их хлопотливо шумят горные реки. Как узналось, что в этой глуши есть целебные воды? Ну, вот мне очень интересно. Ну как? Как узнали, что есть вот тут такие-то воды-то, а? геологическое обследование открыло источник, или, может, случай какой. Как-нибудь случайно, среди многообразия жизни, забрел сюда человек, знавший, что горячая сернистая вода, она целебна, а потом, может быть, пустил слух? Нет, не заглядывали сюда геологи, и не ученый человек открыл тайну этих горячих ключей. Все произошло совсем по-другому. Мне рассказал об этом старый охотник, а впоследствии от врачей и директора курорта я слышал тот же рассказ. Значит, правильно. Перепроверять. Я всегда люблю перепроверять. Надо вот так все перепроверять и всю информацию. Только тогда ты будешь уверен, так ли это или нет. Ну, или получишь разные мнения, что тоже довольно интересно. На полдороге между Бираканом и Кульдуром стоит в лесу одинокая избушка. Здесь делают привал пассажиры, едущие на курорт и обратно. Я встретил здесь старика. Старикашку небольшого роста. Невзрачного на вид совсем. Голова у него была стриженная, усы тоже подстриженные. Он был похож на старого солдата. Шамкал и макал хлеб в молоко. Он обратил внимание на мое ружье и стал меня расспрашивать, кто я такой, зачем и куда еду и какого жверя намерен убить. Он и сам оказался охотником. Старенькая берданка была прислоена к стенке рядом с ним. Старик пожаловался мне, что с устройством курорта, курорта кульдур, казна подорвала охоту. Вот так вот. Разбежался зверь, что-ка здесь народу стало ездить, что зверя совсем отвадили. Боится он, наверное, и уходит далеко в тайгу. Отсюда и пошла наша беседа. И старик рассказал мне, почему пропал зверь. Он говорил в таком смысле, что вот, мол, как иногда люди могут сами себе напортить. Тут еще лет пятнадцать тому. назад и зюбра было, как у бабы блох. Сколько не били люди, а он все плодився и плодився. И так само медведь, и так само и кабан, и козуля, все точно так само. И так само всякий зверь божий. И тигра здесь жила, ага, большая такая тигра. Но вот как случилось, что предал русский человек, и повадилися сюда больные ездить со всего белого света. Вот и уходить стал зверь. Через своего же брата и пропадаем. Я спросил, кто кого и как предал, и вот что я узнал. Далеко отсюда, за Яурьном, и еще может километров сто от Яурьна, жил русский охотник, и был у него друг, закадычный тунгус. И вот охотник заболел, и очень тяжело заболел ногами. Почти что отняло у него ноги, и никто ему не мог помочь. Никто средства не знал против его болезни. А тунгус взялся его вылечить. Он обещал повести его к горячему ключу и уверял, что обязательно его вылечит. Правда сомневался тунгус. Все говорил, что боги будут сердиться, а свои тунгусы и вовсе не похвалят, потому что ключ этот священный. Но очень уж русский упрашивал его, в ногах прям валялся, обещал как угодно облагодарить, одарить всего, лишь бы только вылечил. И тунгус согласился, но потребовал, чтобы русский поехал за ним с завязанными глазами. Дороги, чтобы, значит, не выведал. Согласился русский, завязал ему тунгус глаза, посадил на коня и в таком виде повел через тайгу и через горы. Шли они и шли, может, с неделю где-то шли, а потом пришли. Развязал тунгус русскому глаза и видит тот чистая поляна, и речка здесь бежит чистая, и земля теплая, от земли пар идет, и дух серный, и бьют из земли родники. Здесь и стали. Выкопали ямку в теплой месте, в теплой земле, и ямка эта наполнилась водою. Удивительно! И просиживал там больной, сколько душа его просила, покуда полностью не исцелился. Ужонли тунгуса благодарил. Спас ты, мол, мне жизнь. Потому, сами понимаете, охотнику ноги вернулись. И вот, как пришло ему полное исцеление, стали они собираться назад. А тунгус ему опять говорит, место это у нас священное. Здесь мы и зверя не бьем. А как ты не нашей веры человек, и наш тебе закон не закон, так ты сюда дороги знать не должен, и назад поедешь опять так само с завязанными глазами. На все был согласен русский. Снова дал он себе глаза завязать, и так до дома и доехали. А дома как увидели люди, что он вернулся здоровым, то стали приставать к нему. Скажи, да и скажи, ну скажи, да расскажи, где был, а где там, а что, а почем, а как, а куда, ну как обычно, где этот ключ, а целебный, а где, а покажи, а как, сколько ехали, ну и да расспрашивались. А он и сам то не знал. Тогда взяли русские и опутали того тунгуса. Просто спиртом опутали и выведали таки, где бьет этот горячий ключ. Все он им рассказал, все. Признал он им, что давно еще отцы ихние заметили, что раненый зверь и зюборили медведь, ежели не убить его на месте, то он бежит и все только в одну сторону. И пошли охотники тунгусы по следам и увидели, что звери тянут на эту поляну и лежат раненые в этих лужах. И посмотрели тунгусы и увидели, что вода в лужах горячая и дух от нее идет особенный такой и у зверя раны затягивают. Тогда испугались они, что у зверя такой разум. По ихнему это выходит священство, потому что я вам просто скажу, таежный зверь он считается дикий, а откуда ему такое понятие, того сказать никто и не может. природность в этом есть большая, гражданин дорогой, и каждый об этом деле думать должен. А что же тут думать, спросил я. А то думать, спокойно ответил старик, что одна тварь об другую живет и у всех разом один. А одна тварь другую истребляет. Угу. И точно так же самый человек в той же куче именно как раз посередке и сидит. Старик кончил свое молоко с хлебом и аккуратненько сгребая со стола крошки протянул. Только того охотника, который сюда русского завел, тунгусы убили потом и ушли из этих мест. И больше их никогда уже не видели, потому что наделали себе беды на свою голову. Теперь зверь отсюда черт его знает, куда он убежал. В прошлом году зимой на курорт пришла козуля, неизвестно каким путем, и тут же ее собаки и разорвали. Прямо на куски порвали. Самое у столовой, а больше зверей нету. И тунгусы ушли. Сейчас они километров за триста живут, аж там, в терме. В прошлом году они приносили раненого на горячий ключ. Огнестрельная рана у него была, и они его триста километров тайгой волокли. А потом уехали, и больше их и видно не было. Потому что бесполезно это место стало, бесполезно. Нечего тут больше охотнику делать. Одни только эти туристы проезжают и лечатся. Вот так я уехал от старика. Конь цокал по сухому грунту, и осупь из мельченных валунов скатывалась из-под его ног вниз, в обрыв, заросший сумасшедшей зеленью. Мелкие, как мотыльки, птички стаи перелетали впереди меня с места на место. Показались, строение кульдура. Они лежат на вулканической площадке, точно на дне глубокой тарелки, возвышенные края которой заросли густым лесом. Я в этот раз не остановился там. Я проехал мимо, в горы. В горах нет ни дорог, ни тропы, никаких следов человека. И грандиозный мир дремлет нетронутый под серебряной шапкой снегов. На этой ноте и заканчивается аудиорассказ. Вот мне интересно, неужели так действительно действуют оздоравливающие эти вот источники? Первый раз слышу о таких. Мне кажется, что в состав входит серая, может быть она заживляет вот дерма, ну кожу. Ну и влияет может быть на суставы хорошо, на хрящи и так далее. Интересно такой источник. Ну вот видишь, как бы люди пришли, а звери ушли. И охотникам плохо. Так всегда бывает. Как бы в чем-то хорошо, в чем-то плохо. Есть плюсы, есть минусы. говорится, палка с двух концов, да? Пословица такая. Так и здесь. Познавательный такой рассказ. Слушайте также и другие аудиорассказы по ссылке в описании. Там есть плейлист, называется «Все мои аудиокниги». Там я думаю вы точно найдете для себя еще что-нибудь интересного. Также отмечайтесь, что вы были, ставьте ваши пальцы под видео, не забывайте делиться видео с вашими лучшими друзьями, под видео есть кнопочка «Поделиться». Ну и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые аудиокниги. Услышимся, увидимся, пока два.